Так, ну что, подрубился я Или нет, заново Да, подрубился Еще я подожду Немножко, буквально Пару минут и продолжу дальше Типа подожду пока Может кто-то подумал, что я отключил Но подожду, может Потом мне жаль будет тех, кто потом будет говорить, что я их Типа наебал И не подождал Сейчас буквально полторы минуты я продолжу Так, я остановился на томитме Я про него уже вроде бы все сказал Дом Вальши Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Так Ладно, продолжаю дальше Я не могу ждать всех Типа Если что, посмотрите Если что, посмотрите в воде Продолжаю дальше Значит, новые сапоги, которые собираются из Аркана и Миказма Ну, в общем, по сути, они дают активка То же самое, что Аркана и Миказм Но только чуть больше маны, кстати Ну да, статы такие же самые В принципе, все то же самое Кстати, забирает Ну, диспейли все негативную хуйню При касте То есть любое замедление Любое все Любой там минус урон Все угодно В общем, все дебафы диспейли когда кастуешь Но только на себя На остальных она дает только 250 хп И 160 маны Пассивка Вот, кстати, интересная пассивка Пассивка дает Ну, как Баклер И как Ну, как компоненты Миказма Пассивка дает статы Такие Ауры То есть И Когда Черек под аурой Меньше, чем 20% хп То ему дается бонусные 15 армора И 15 хп регена Типа, чтобы он выруливал Хотя, на самом деле Это Вот эти 20% Этот трешхолд 20% он маловато Мне кажется, надо хотя бы 30% сделать Потому что Если ты уже упал ниже 20% Ты уже почти мертвый Я сомневаюсь, что 15 армора и 15 хп регена Ну, так часто зарешают Ну, хотя, в принципе В принципе, баланс Ну, я бы сделал процентов 25 хотя бы 25 Ну, то есть В принципе Отличный лейт итем для саппорта По сути, это лейт итем для саппорта По один слов, как бы Все хуйня Да не только для саппорта Есть же керри герои, которым собирают Там, миказм, допустим Теперь могут ебануть одновременно и миказм И арканы Вместо пт-шки Допустим, они собирали пт-шку и миказму А теперь будут собирать Вот эти вот сапоги Да не только в лейте А как бы и даже в начале игры Типа первым итемом Эти сапоги Как по мне Отличный итем Вот реально Я отсмотрел пока Раз, два, три, четыре итема Это первый отличный итем После четвертой версии Который реально полезный Который реально нужный Который следовало добавить Потому что Это реально хорошая идея Объединить арканы и миказм И дает оно в принципе Вполне балансные и адекватные вещи Снять с себя все дебафы Всю хуйню с себя снять И аура, которая будет регенить Очень сильно И давать 15 брони Тем, у кого супер мало хп Кстати, для пуша очень сильная тема Кстати, а я не подумал У крипа мало хп остается Ему дается 15 брони И 15 хаперогена То есть вышка будет его Намного дольше убивать Да Так и есть Это для крипов больше Чем для героев Новый итем Муншард Я так понимаю Этот итем сделан для того Чтобы было куда потратить Деньги в лейте Потому что Сейчас такая дота Что У вас в лейте 6 слаков И 10 тысяч денег И вы не знаете куда их девать Все работает Надеюсь Эх Сейчас бы чат зарунить У меня опять интернет упал Или что Почему у меня Мой стрим не показывает Ладно, продолжу Походу работает все Стрим-то работает, guys? Хорошо, тогда я продолжаю Так Значит, этот итем дает 120 атак спида Собираются с 2 гиперсонов И при этом увеличивает Ночной вижн на 250 Когда он в инвентаре И работает против Ульты Балнара Тоже, кстати Его можно завязать И получить 60 атак спида Навсегда Вот это вот Собственно Почему я думаю Что его сделали Для того, чтобы было Туда тратить деньги В лейте То есть Ты его просто юзаешь И за 4300 Ты получаешь 60 атак спида Навсегда Просто навсегда То есть До конца игры Очевидно Не работает на иллюзию Эту тему То есть Только на твоего героя Лично Ну Я Я только за Что такие артефакты были Потому что Деньги некуда Пройти Я как Кэрри игрок Который играет Только на хардкэрри Героях У меня не раз Были ситуации Когда у меня Просто миллион денег Миллион слотов И мне нечего делать Кроме как Собирать Седьмые слоты То есть Какой нибудь Рапрэшер Чего-то такое Чтобы завязать его И выкинуть Поэтому я только за Мне этот артефакт нравится А вот мы и подъехали К самому интересному Артефакту В этой версии Точно работает Стрим Вол Да Вот Почему я буду играть Сосново с ларком Самый Самый Интересный Артефакт Версии Открываем И смотрим Сейчас будет Глубокая Аналитика Короче Это новый Шотов Блейд Который Можно апнуть И он просто Дает просто Нереальные вещи Сейчас вот Кто не знает Вы сейчас Охуеете Итак 6-84 Сларка Вроде бы Никак не апали Но появился Вот Который И Что самое главное Порезали Виверну И Акса То есть Самых Таких страшных Врагов Сларка Которых Пикают Виверна И Акс Их обоих Порезали Даже Шторма Порезали Правда Шторма Незначительно Порезали Но Шторма Сейчас остался Такой Самый Единственный Настоящий Враг Сларка Хотя Акс Так же Само Может Прийти На линию И наиболее Так же Само Как и Раньше Ничего Не Изменилось Но Шторм Сейчас Враг Номер Один Так Вот Рассказываю Давайте Предположим Теоретическую Ситуацию Выпикнули Сларка Вы нафарм Лотар А враги Ходят Пятером И У них Есть Омни Суд Моментально У вас Небудет ХП У вас Ничего Не Будет И Вот Решение Подъехало Теперь Можно Купить Шотлоблэйк И Апгрейд В этот Артефакт За 5200 То есть Сэншка Это Дает Супер Важную Сларку ХП Эти 16 Силы Это Просто Нечто Там Кстати Будет Еще Дальше Пониже Еще Один Артефакт Хороший Стик Апнули Короче Сейчас Стик Дает 4 Ко всем Стоит Дешевле И его Легче Собрать Я Раньше Сто играл С Негрейджным Стиком Потому что Я считал Что Грейджный Стик Это Пустая Трата Денег На Каях Героях Если Изначально Веточки Не покупаете То Грейдит Стик Это Пустая Трата Денег Я так Считал Теперь Я буду Всегда Грейдит Стик И Всем Советую Потому что Теперь Стик Реально Ахуин Но это Ниже Конечно А стики Так вот Значит Стик Новый Это Плюс 4 Силы И Сенч Это Плюс 16 Силы Получается Новый Артефакт У вас Будет 20 Силы Собственно Урон С Шотоблэйда И Сенча И Атак Спит И вы Теперь Можете Собрать Дифуза Изи Пауэртрет 9 силы Дает Потому что Пауэртрет Тоже Ап Еще Одна Силы Пауэртрет 9 силы И Стик 4 силы И Еще Здесь 16 Силы У вас Будет ХП И Возможность Собрать Каким Против Омни Найдер Просто Супер Охуенно Сларк Реально Сейчас Поднялся У него Теперь Появилась Возможность Собирать Что угодно Он Собирает Первым Итем Силвер Эдж Раньше У Сларка После Шадоу Блейда У него были Два варианта Или БКБ Или Скади В зависимости От пика Врагов Теперь Просто Варианты В море Смотрите Вы собираете Силвер Эдж Дальше Ваши варианты БКБ Раз Скади Два Башер Три Дифуза Четыре Уже Четыре варианта Сразу Мне пришло В голову И Вы Как бы Не страдаете Вы можете Собрать Что угодно Это Просто Эпик И Что Она дает Это Тоже Это Просто Эпик Next Level Атака Шадоу Блейда Которая Нельзя промахнуться Внимание Нельзя промахнуться Не 150 урона Бонусных А 225 И Что самое важное Кидает То что я уже Выше Рассказывал Break То что Отключает Пассивки Кидает Эту Тему Break На врага И Просто Вынос Мозга Во первых Отключает Пассивки Во вторых Уменьшает Исходящий Урон Всех Видов То есть Физический Магический На 40% На 5 секунд Это просто Вот Вы наносите 225 урона Типа С лотара Которым Нельзя промахнуться Отключаете Все пассивки Героя Ну Кроме Итенов Конечно Отключаете Пассивки И при этом Он наносит На 40% Меньше урона Всеми Возможными Способами На 5 секунд Это Вот Как это я Вижу Забегает Сларк Врывается Взевса Все Что с Зевсу делать Он не может применить Ульту Ничего не может делать Потому что Если он будет Это все применять Все свои скилы Взять Он нанесет Просто на 40% Меньше урона Это почти В половину Меньше урона Или на Шейкера Напасть Или на Зевса На кого угодно Кто может Раскастоматься И Сларк Его боится То есть Сейчас Сларк Слатара Может ворваться На любого Такого героя У которого Куча Аое урона Не бояться Что его Сотрут Потому что У него Больше Хэпэна Чем раньше Теперь будет Слатаром И потому что Он уменьшит Урон И он Отключит Пассивки Он может Ворваться На ебаную Мартретку А раньше Мартретка Была проблемой Для Сларка Потому что Типа 50% Ну как Проблемой Так ну че Еще раз Пробую Эх Чтобы дедоснить Еще раз Надо просто Убедиться На 100% То есть Еще буду Айписного Менять От Дегров Запись Есть Да Запись Есть Да Конечно Будет На канале Ладно Я пожалуй Продолжу И потом Если еще В записи Оставлю Так Солар Крест Из Талисмана Ворота И медальки 10 Армора 70% Манергена 30% Ворота Ну Можно накинуть Как Медальку На Союзника Или на Врага Если На Союзника Кидаю Что 10 Армора 30% У ворота Если На Врага То 10 Армора И 30 Мисов То есть Убирает 10 Армора Очевидно А не Дает После На Ворота Ну Как По Мне Довольно Такие Довольно Такие Суровый Итем Как Для Лейт Гейма То есть Если Лейти Собрать То Довольно Такие Жестко Если Вначале Игры Собирать На Саппорте Я Не Знаю Стоит Потому Что Собирая Медальку Плюс Талисман У Ворота У Тебя Вообще Не Будет Никаких ХП На Саппорте Тебя С Магией Заберут Очень Быстро Но Как Для Лейта Вполне Такой Существенный Апгрейд Медальки То 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 Медаль Если Ты Накастуешь На Врага Или Союзника Ты Сам Теряешь Броню И У Ворот И Они Собственно Получают Или Теряют Тоже Вполне Такой Достойный Итем Для Лейта Для Саппортов А Вот И Самый 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 Такой Итем С Которого Я Мож Скать Пригорел Так Я Похуду Скор Значит Собирается Солл Бустера И Мистик Стафа Дает Короче 25 НТ Ну Дает Все В общем Что Дает Солл Бустера Мистик Стаф Без Без Бонусов Пассивка Уменьшают Кулдауны На 25% Это Я Сразу Подумал Об этом Сразу Подумал О Своем Врайс Кинге Когда Я увидел То Что Ниже Пишет Потому Что Уменьшить КД На Ульте На 25% И То Что Ниже Восстанавливает Жизнь От Магии То Есть Спел Вамп Типа Вампиризм От Магических Магического Урона Что Мне Интересно Во-первых Очевидно Что Зевс Который Так Супер Сильный Герой С Этим Итем Просто Будет Рывать На Куски Потому Что Это Вообще Забей Он Столько Будет Хилить И Вот Когда Его Пробить Будет Практически Невозможно Если Зевса Атаковать Кидать Стан Надо Сразу Убивать Потому Что Если Он Выживает Он Просто Все Сразу Отхилит С Этим Итем Зевс Это Супер Имба Он Все Отхилит Просто Все Так Вот Мне Что Интересно Тут Написано From Spells А Что Значит From Spells Что По Магического Урона Вообще Допустим Могу Ли Я В Рейс Кинге Собрать Будут Молнии Жолнира Буду Я Хилиться На 25% От героев Или Нет Вот Что Меня Интересует В первую Очередь Потому Что Если Это Не Просто Spells А Именно Магический Урон Вообще Получается На В Рейс Кинге Это Зайбись Итем Тоже Потому Что Во-первых Кулдаун Уменьшит На Станчике И На Реинкарнации Сто Супер Важно Будет И Буду То Есть Все Зависит От Работает Он На Магию Или Нет Будешь Хилиться Я Тестил Ебать Что Серьезно Действует На Магический Урон Вообще У меня Нет Тест От Дамага Скиллов Понят Спелл Подписано Спеллс Короче Короче Я сам Увижу Какие-то Одни Комментарии Тролль А Другие Не Тролли Не Разберешь От Скиллов А не От Артефактов Короче Короче Было бы Забить Если Пно Работало На Артефакты Тогда Я Собирал Сто Процентов На Своем Герое Поехали Дальше Варды Теперь Можно Помещать В Один Слот Типа Стакать В смысле Опсы И Син Три И Можно Стакнуть В Один Слот Друг Клика Выбирать Где-то Еще Вроде Было Что Варды Теперь По Одну Штуке Продаются А Тролли Можно Гредить Чтоб Портали Цена Героев Вполне Вполне Норм Типа Что Было Деньги Потратить Плотить Опять Ж Этот Патч Ориентирован Во многом На То Чтобы Лейтеры Могли Потратить Свои Деньги 2000 Уже На Тролли Еще 4300 На Этот Итен Где Муншар Чисто Лейтпатч Башер Я не понял Этого Изменения Короче Ему Увеличили Силу На 2 Это Понятно Да Но При этом Уменьшили Урона 15 И Дали Шанс На Бас 60 Когда он Забашит То 60 Бонус Урона А зачем Так Сделали Я не знаю Чего Был Стабильный Урон А Теперь Больше Рэндома То есть Крит По идее Меньше Будет Если Чего Ну Не одобряю Не одобряю И еще Увеличили Кулдаун Баша С 2 До 2 3 Секунду Многие Подумали Я читал На ПД уже Типа Что Увеличили Длительность Баша Но Нет Это Не Длительность Это Перезарядка Баша У Башера Есть Перезарядка Если Чего То есть Увеличили Перезарядку Башера То же самое Здесь Один в один На 15 Меньше Урона И Когда Выпадает Баш То 60 Урона И Тоже Самое Перезарядка Увеличена Энерджи Бустер Уменьшили На Сотню Золота Что Это К чему И почему Ни на что Не влияет Арканы Апнут Наверное Ради Этого Вот Это Мне нравится Радиус Аркан 600 До 900 То есть На 50% Подняли Это Очень Радует Потому Что Я Один Из Тех Кто Часто Мисс Это Клик Аркан То есть Челики Везают Арканы И На Меня Не попало Поэтому Я доволен Я доволен Лол И Теперь Арканы Бесплатные Не требуют 35 Манны Для Активации Ебать Это Патч Арканы Просто Нереально Апнули Я чувствую Все Арканы Начну Собирать Вот Это То Что Еще Мана Не требуют Арканы Это Очень Очень Классно В Бладстон Подняли Стоимость Рецепт На Сот Я бы Поднял На Четыреста Как Минимум Был бы Я На Четыреста Минимум Поднял На Сот Жесткий Артефакт Армлет Акспид Плюс 25 А не Плюс 15 Но При Этому Актив Не Дает Плюс 10 То 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 же Самое И Период За Которая Дается Бонус 500 Кп Ну Не 500 Там Чуть Меньше Типа Уменьшен На Одну Десятую Незначительно Ничего Не влияет Вот Кстати Интересно Насчет Квингблейда Сделали Так Что Это Бонусный Урон Идет От Короче Ну От Статов От Базового Урона А не От Всяких Плюс Уронов Типа Буризы Маген Кимбара И т.д Получается Чуть больше Для начала Игры То есть Было 32 12 Стало 40 15 Для Милищников И Ранжевиков Соответственно Ну В принципе 40% Для Милищников Вначале В любом случае Получается Больше Потому что Вначале Игры Итемы Только На Статы То есть Вначале Игры Крипас Будет Легче Чем Раньше Вот Очень Важный Очень Важный Фикс Квингблейд Больше Не работает На Рошана Потому что Это был Супер Обуз Как будто Рошан Это Крипас Ебаный Которого Ты просто Обнишь И реально С Квингблейдом Рошан Просто Отлетал Это Очень Очень Хороший Фикс Очень Теперь Активка Квингблейда Убивает Моментально Варды Вместо Что Наносить 100 урона Тоже Радует Можно Изи Пармить Варды Ну И Раньше Подняли Если Юзаешь На Варды На Сотни Ну Интересное Изменение Батлфюри Теперь Оно Требует Квингблейд И При этом Квингбонус Теперь Аж 60% А не 40% Ну Очевидно Так же Само Только От базового Урона То есть Урон Который Батлфюри Дает Он Не В счет Для Бонуса Бонуса Этот урон Не Увеличивает Кстати Батлфюри Теперь Уменьшили Урон На 10 Зато Клип Увеличили На 30 Ну Лучше Сделали Здесь Поменьше Сделали 45% 50% Но Не Уменьшали Урона 10 Потому что Это Обидно Потерять 10 Урона С Батлфюри Я Пригорел Если Собирал Но Мои Герои Не Собирают Батлфюри К счастью Так Что Не Пофиг Блэк Блэкингбар Теперь Можно Продать Раньше Бан Продать Но Новый Так же Само Купить Нельзя В смысле Можно Купить Новый Но Будет Так же Само 5 Секунд Так И было Блэкмейл Уменьшили Кулдау на двоечку Я прям Доволен Потому что Я На Раскинге Собираю Блэкмейл В сотни Процентов Игр Я прям Супер Доволен Это Оно Это Кайф Кохни Атаки На 30 Стоимость Уменьшили И Фейсбутики Порезали Немножко На 4 Десятых Уменьшили Длительность Абсолютно Непонятные Мне изменения Что это Что это Я просто Не понимаю Почему Было плохо Так Как было Почему Теперь Вот Сделать Так Надо В стиле Айсурога Уменьшили На 5 Это Типа Тревела Апают Чтобы Покупали Чаще Потому что По сравнению С порталом Тревела Ебавшу У портала Если что Кулдаун 70 Уже Сделали В этой Версии 70 А у Тревелов 45 Так Так Сделали Активку Армора Бонусную Ну Когда Юзаешь 750 А 900 Типа 900 Это Дефолтный Рейндж Ауры В блоке 2 Бабочка Действует 6 секунд Но дает 25% А не 20 Подняли Кларики С этим Насчет Бабочки Я не уверен Что Так Лучше Хотя Не математика Смех Уевая Математика А нет Стоп Я могу Посчитать А да Порезали 8 на 20 Это 160 А 6 на 20 6 на 25 Это будет 150 Бабочку Порезали На 10% Да Сразу Понял Что Это Не лучше Кларити Опять Апнули Каст Ренш Еще Апнули Можно Типа Вообще С 250 Ренш Напоить Кларики Ну Сказать Нечего Вообще По Этого Поводу Накидку Вот Что На 5% Апнули Но Смех Не подняли А Зачем Теперь Худ В игре Если Накидка Дает 20% То Есть Не Совсем Понятно Что Теперь Худ В игре Делает Худ Юз Накидка Супер Дешевая И Дает 20% А Зачем Худ До 75% Ну Это Всегда Я Всегда За Что Вангард Апали Потому что Вангард Слабо Игра Кримсон Гард Тоже Соответственно Апнули В этом Смысле Также И Дамаж Блок Который Активка Увеличили На 5 Ну И 750 До 900 Радиус То есть Дефолтный Опять же Радиус ДТВ Я Не против Артефакт Я Не против Этого Мне Все равно Дезолятор Вот тут Какой-то Непонятно По-моему Это Ап Скорее Чем Фикс Уменьшили Урон На 10 Но При этом На 600 Стоимость Мы начали По-моему Это Больше Ап Потому что Дезолятор 50 урона Хватит А Вот Минус 8 Броней Это Самое Главное Или Минус 7 Я забыл Сколько По-моему Минус 7 Ну Не знаю Типа Сбаланс Дезолятор Или Что Норм Дефуза Теперь работают На рейндж героях В половину Силы Только за Это баланс Так должно было быть Давным-давно То есть В половину силы На рейнджах Это норм Главное Чтобы не во всю силу Потому что во всю силу Это дисбаланс Так они отрубаются Уже все Рапира Урона На 30 Еще подняли Это полная хуйня 300 было достаточно Сколько он будет его поднимать Вот сейчас 300 А дальше 330 А как бы Где предел Айсфрога Типа 340 Или может быть 345 Или может быть 346 Или может быть 351 Вот сколько он будет А против Было нормально 300 300 это вполне Баланс Потому что 300 это Очень большой урон А зачем делать 330 Ну Я не знаю Dust Уменьшает скорость Теперь на 20% Ну Это Кого-то Невидимого Достянул То уменьшает На 20% Было 15 Не знаю По-моему Норм Пойдет Драмчики Когда подрубаешь Драмчики То теперь будет 20 Экспида Метод 10 Я только за Я собираю Драмсы тоже Почти в каждой игре Это кайф Это очень хороший Бонус Я доволен Иглхорн Стоит на 100 Дешевле Без комментариев Эул Монокост Подняли на 100 Этого мало Этого мало Эул Это сейчас Имбейтер Типа Это один из Самых Имбалансных Итмов Да Подняли Монокост Но Понимаете Эул Дает 40 Меса Если я не ошибаюсь Сколько Давайте посмотрим Ну Быстрее Чего не грузиться Я опять завис Или что Экспида Подвиснуть Эул Так Стоп Где Меса есть Я слепой Или как Где Мес А вот 40 Меса Длится 2,5 секунды Можно Уязать На себя 23 секунды Куда И Стало 175 Монокост Еще Нас 50 урона То есть Нельзя Блинкаться Ну По-моему По-моему Обладать Если уж Повышать Монокост То Хотя бы До 200 Не Серьезно Хотя бы 175 Как бы Я Почуть Больше Повышу Хотя бы 200 Потому что Эул Слишком Переаполи Он Дает 40 Меса Это Овер Дахуя Это Почти Как Ботинок Вдумайтесь Вы Покупаете Эул Вы Покупаете Себе Почти Второй Ботинок Это Дает Больше Меса Чем Яша 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 Дает Меньше Эмеса Чем Эул Яша По идее Должна Быть Мобильной Мидерной На скорости Эул Дает Эмеса Почти Как Саша Яша Скади Замедление Рейндж Героев Теперь 2.5 Секунды Вместо 3 На Милишниках Все Также 5 Ну Я Только За На Рейндж Героя Должно Быть Меньше Баланс Курьеру Уменьшили Видимость Он Видит Меньше На С 400 На 200 На 20% Считаю Что Это Порядок А 300 Мало Курьером Теперь Рошана Чек Это Пасло Сразу Заварят Зато Ускорение Теперь Подняли С 650 До 80 Вот Это Кайф Потому Что Курица Никогда Не Успевает Ко Мне Это Кайф Реально Заебало Курица Никогда Не Успевает Никогда Просто Постоянно Летает Со Шмотками И Ты Постоянно Без Шмоток Реген Подняли Форстафу На 1 Тем Кто Собирает Честно Форстаф И Играет На Таких Героях Кто Собирает Форстаф Тем Заебись Логично Да Гост Кептер Стоимость На 100 Уменьшили Атрибут На 2 Ну Вроде Как Баланс Но Мне Конечно Не Приятно Что Саппорты Будут Покупать Его Быстрее Но Вообще Баланс Перчатка Скорость На Пятерку Увеличили Неплохо За 500 Золота 20 Так Спида Это Нахуя Теперь Более Чем Выгодно Была Такая Старта Короче На Ландруида Ландруида В этом Патче Апнули Очень Жестко Была Такая Старта На Ландруида Даже Есть Закупить Кучу Перчаток Скорости Она 20 Атак Спида За 500 Золота Почему Вы Не Закупить Их До Хуя Вполне норм Гиперстон Дает 55 За 2000 Золота Стоп Я Лучше Проверю Чем Дезинформировать Вас Опять Переподключение Гайз Может Может Не Додос Учитывая Как Сейчас Вылетело Может Не Додос Не Знаю Без Понятия Мы Продолжаем Дальше Хули Продолжаем Дальше Вроде Все Работает Снова Хедрес Опять Аура До Стандартных Девят Чисто До Стандартных Девят Чисто Увеличено Тут Без Комментариев Хилка Теперь Хилит За 8 Секунд Вместо 10 И Каст Рэндж 250 Как У Бутылки Мана Ну Норм Че 10 Секунд Это Был Дохуя Как Я Если Кто Знает Я Покупаю Всегда К примеру За Сларка Я Покупаю Щиток И Два Танго Я Никогда Не Покупаю Хилку Потому Что Я Считаю Что Хилка Она Оверрейтед Так Скажем Мне Танго Больше Нравится И Всегда Больше Нравилось Я Типа Обновляю Страницу Чтобы Проверять Свой Интернет Если Быстро Обновляет Значит Все Нормально Работает Тоже Само На Три Смотрю Нет Я Папа Сегодня Катать Не Буду Я Уже Слишком Устал Я Уже Четыре Часа Комментирую Это Все Ривер Подняли Стоимость То есть Понизили На 200 А Тараску Подняли На 200 И Теперь Она Регенит Не 2 Процента А 3 Цена 25 Сотых Регенерация Отключается Короче На 5 Секунд Для Милли Героев И На 7 Для Рейндж Героев Когда Она Котсует Ну Текущая Мете Так Скажем Не то Чтобы Users Я Никогда Не Сказал Что Раска Users Просто Сейчас Нужны Более Активные Итем Для Драки Ну Я Не знаю Как Объяснить Короче Это Хороший В Не 3 25 А 2 75 Или 3 Потому Что Лишние Секунды Добавлять Это Не Очень Стой Блок Винки На 2 Секунду Уменьшены Ну Пофиг И Вот Stick Кстати Вообще Очень Классный Апгрейд Я То Буду Покупать Всегда Stick Теперь Грейджи Потому Что Я Уже Говорил Когда Объяснял По Полу Шоттолблейду Stick Грейджи Теперь Всегда Раньше Как Было Раньше Stick Обычный 3 Ветки И Рецепт То Есть Ветки 150 Еще Рецепт И Сам Stick 200 Теперь Это Будет Две Ветки И Цирк За 185 То Есть Цирк За 185 Вместо Ветки Плюс Рецепт И В итоге Получаем Атрибутов Больше И Платим Меньше Особенно Учитывая То Что Сейчас Можно Купить На Лайн Две Ветки А Не Три Как Раньше Раньше Когда Ты Покупаешь Три Ветки На Линию Тебе Одну Продавать Потому Что Тебе Не Будет Слотов Это Как Default Тебе Не Хватит Слотов Чтобы Держать Три Ветки В Слот 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 Да Раньше Покупал Грейдж Нест Только На Мидерах Когда Покупал Изначально Ветки Вот Так Маск Оф Медес Порезали Прям Слишком Сильно Мувмент Спинт Уменьшились С 30 Процент До Семнадцати Я Бо Хотя 20 Процент Оставил Пиздец Айссорк Какой Поехавший Зачем Именно Семнадцать Почему Не 20 Без Понятия Слишком Порезали Маск Пенес Зачем Так Резать Маск Пенес Если Он Уже Порезал Снайпера И Троля Тролю Он Не Сыграл Он Порезал Снайпера И Подрезал Немножко Жаггернаута Но Это Только Ради Жаггернаута Потому Что Жаггернаута Несильно Подрезал Немножко Снайпера Он Сильно Порезал Тринадцать Процентов Хотя бы Двадцать Стоял По Барабану Короче Мека Опять же Аура До Девяти Став Увеличен Дополн Ренч Джолнир Теперь Не Коцает В Туман Войны В Смысле Актив Джолнира Которая На Кого Ты Кидаешь Или На Себя И Тебя Бьют Она Начинает Коцать Она Теперь Туман Войны Не Ебаш Раньше И Баш Написано В Вопрос Типа Такое Же Поведение Как У Цветной Молнии С того же Джолнира Ну И Сделали Что Можно Кастануть Джолнир Сэнджа Восемьсот Вместо Шестов Ну То Есть Полная Хуйня Просто Юзов Поднимают Некра На Лов Лов То На Хай Лов Такое Же Как И Бо На Лов Лов А Вполне Корм Ну Некра Один Некра Один Это Точно Корм Это Просто Корм Они Ничего Не Делают Апсы Интересно Кстати Фикс Теперь Апсы Идут По Одной Штуке То Раньше 150 Тратишь Покупаешь Две Штуки А теперь По 75 Все Осталось В плане Магазина То Такое Количество Будет Все То Кстати По Вардам Теперь Нельзя Больше Промазать Типа Как Бывало Там Рофлет В стримах Какой-то Саппорт Пытается Убить Вард И он Делает 4 или 5 Миссов Подряд Теперь Больше Промазать Нельзя Поход Это Всех Бесило И они Заспамили Айс Шрога Хотя Логики В этом Никакой Нет Почему Нельзя Промазать Я Не Понимаю Вард Стоит На горе На горе Километровой Ты Атакуешь Сранжи И ты Попадаешь Всегда По этому Варду Почему Не знаю Почему Вард Маленький Вард Цит На горе Только Для удобства Пользователей Для удобства Саппорта Я Давидая Атака Скорб Теперь Может Добить Теперь Ей Можно Убить Абсолютно Бесполезный Фикс Практически Ну Кого ты там Ей убьешь Она еле Коцает Ну Вообще Кофе Вау Теперь Короче Дает Пайп 10% Magic Resist Аура Интересно Но этого мало 10% Это мало Хотя 15% Здесь Процент Мало Ну и Ауру Опнули До Детеста Опять же Как и у всех Идемов В этой Версии Пауэрт Очень приятный Бонус Типа Сделали Соседи До Девяти Аутскул И помнят Что раньше Было 10 На Десять Посчитали Им И потому Что Переключаешь По Десятке Это Овер Дахуя Сделали Сделали Восемь Теперь Снова Девять Как бы Снова Девять Декан Сделали Девять Ну В принципе На самом деле Девять Это Самый Баланс Типа Смотрите Пауэрт Сделается Из Итема Который Стоит Шесть Правильно Шесть Силы Шесть Новкостей Или Шесть Синтей То есть Девять Это Получается На Пятьдесят Процентов Ап Это Покупаешь Повертрет Это Повертрет От Шести Повертрет Это Девять Плюс Три Получилось Девять Ну Нормально Че Я Доволен Опять В Этой В Этой Апнули Повертрет И Бладмейл И Барабаны Я Важный Очень Интересный Ап Ну Как Важный Я бы Конечно Хотел бы Чтоб Еще Сделали Невозможность Блинкеров Выблинкер Из-под Радика Потому что Радик Коцает Каждую Секунду То есть Радик Должен Коцать С интервалом В Одну Десятую Секунду Чтоб Блинкеры Не смогли Выблинкнуться Из-за него Потому что Смотрите Когда Я Подхожу С Радиком Он Начинает Дамажить Они Видят Что Даже Банально Радик Висит И Не Просто Блинкается Как Очень Печально А то Еще Учитывая Особенно То Что Даггер Не Моментально Отключается Если Чего У Даггера Еще Есть Время Отключения Есть Немножко Буквально Целых Тридцать Сотых Где-то Около Того Далее Радик Теперь Дает Семнадцать Процентов Мисов Аутскулы Помнят А теперь Дает Семнадцать Процентов Я Скажу Так Вот Этим Семнадцать Процентов Они Знаете Кого Больше Всего Апнули Учитывая Этот Патч Учитывая Апы Аганем На Мишки И Все Остальное Это Безусловно Ап Медведя Я Вам Так Сор Даже Скорее Так И Думал Что Будет Апать Мишки На Мишки Мишка Слон Дурит В этом Патче Поднялся Просто Поднялся Очень Сильно Поднялся Мишка Теперь С Мисами Будет Будут Пригорать Буквально Челики Рефрешер Сбалансировали Наконец-то Потому что Смотрите Раньше Рефрешер Давал 40 Дамаги И 10 Атак Спида Теперь Он дает Профуд 2 Дамаги Ну а Все Сумно 10 Хаперигена Вместо 5 Инты Не дает То есть Опять же Не дает Бонус И не дает Для Дамагеров Ничего Такого То есть Смотрите Раньше Можно было Собрать Рефрешер На Сларке На Врейс Кинге Как бы Даже Не Седьмым Сотом А Просто Шестым Основным Итемом Типа Ты с ним Бегаешь У тебя Есть 40 Урона 10 Атак Спида То есть На многих Героях Которые Лейты Которые Дамагеры Можно было Собрать Рефрешер И ты Получаешь Как бы ДПС А сейчас Просто 20 урона То есть 20 урона И 10 Атак Спида И опять же Для героев Типа Тайтхантера Минус Семь Тяжелее Применить Добор Вагу Это Очень Баланс Рефрешер Короче Очень Сильно Сбалансировали Просто 2 Прессоверанса Плюс Рецепт И даже Он дороже Стоит Стал Вот Так Короче Рефрешер Просто Идеально Сбалансировали Идеально Я бы Уменьшил Кулдаун Немножко Потому что Кулдаун Слишком Большой Сделали Буквально Уменьшил На секунд 15 И было бы Заебись Атос Подняли Интеллект С 25 До 30 Как будто Этот Атос Недостаточно Сильный Был Я Ебал Сатаник Увеличили Длительность На пол Секунды Ну Вполне Баланс Сентри Ну то Что самое Что обычно Варда Нельзя Пормазать Шива Атак Спит Уменьшен В смысле Увеличение Уменьшение Атак спида Увеличено Вот Правильно Так сказать 40 до 45 Ну Без комментариев Вот Очень важное Изменение Вот это Вот супер Важное Смотрите Стоимость Щитка С 250 До 200 То есть Это уже Как бы Сможно Подумать О других Стартовых Закупах Разных То есть Шанс Блока С 53 До 50 И Ну Порезали Урон Который Блокирует Раньше Было 20 На рейнджевиках Вообще Не смотрят На рейнджевике Пофиг Потому что Никто На рейнджевике Не купит Раньше Было 20 Стартовых 16 Казалось Бы Это Не критично Но Учитывая Еще Вот эти 3% И Лишние 4 урона Как бы Ну Не знаю От рейндж Криповки Теперь Будешь Получать Урон Хоть Какой То есть Ты Весь урон Разречь Крипов Не забочишь Да и Милищников Прям Весь Тоже Не забочишь Ну Скажем Так 50 Золота Я в принципе Готов Променять На то Чтобы было 20 Как раньше И 53 То есть Мне будет И так Хорошо И так Хорошо Я и так И так Доволен Но Учитывая То Что В этой Версии Апнули Stick То Можно Я собираюсь Покупать Ветки На линию Теперь На кэри Героях То То Что Стаут Шилд Дешевле стоит Это К месту Потому что Можно Купить Две ветки Стаут Шилд И у тебя Копеечки Останутся Я люблю Покупать Щиток И Две пачки Танга Чтобы у меня Оставалось 125 золота Объясню Почему Потому что Когда у тебя Остается Золото Ты Можешь Сразу Прийти на Линию Там не 125 остается Там остается Вроде бы Меньше Там намного Меньше Остается Чего-то Напутал Короче В любом случае У тебя остается Еще пару Копеек Я люблю Так делать Потому что Ты можешь Прийти Забрать Баунтируну Потом Прийти на Линию И моментально Купить Нужный Тебе Итем То есть Или это Будет Допустим Пурман Шилд Ну Не как Моментально После Пары Крипов Или Это Будет Пурман Шилд Купить Ну Теперь Будет Немножко Тяжелее Если Покупать Две Ветки Но Анивай С Баунтируной Будет Зайбись Все Как И раньше Танго Теперь Можно Кушать Варты Ебать Жесть И Скушая Вард Ты Хилис В два раза Круче Я даже Не знаю Что Сказать По Этому Поводу Ой Срога Я не знаю По-моему У него Что-то С головой Кушать Варты Танго Да Упростили Саппортом Работу С вардами Именно Теперь Ставят Бесконечные Коцать Чтоб Они Пропали Варды Убиваются Теперь Моментально Или Тангусиком Или Квилингблейдом И даже Промахнуться Нельзя По Варду А смотрите Сколько Раньше Было Моментов Когда Саппорт Пытается Убить Вард А там Кто-то Подоспевает И его Абасали Просто Пришли Как по Мне Это Была Фича Доты Ты Играешь На каком-то Герое Который Шторм Спирит Ты Успеваешь Сделать Портал И прилететь Абасать Саппорта Пока Он Какой-нибудь Ценкой Долбит Тебе Вард По-моему Это Было Охуенно Саппорты Боялись Пойти Разбивать Варда А теперь Они Подошел Скушал Танго Сразу Убежал Это Это Не Дело Гайз Ну Это Не Серьезно Это Слишком Легко Разве Нет Портал Увеличили Кулдаун На 5 Секунд То есть Травела Остали 45 А Это Осталось 70 Ну Хочет Чтобы Покупали Травела Айскаут Вот Важный Фикс Теперь Можно Нажать Зеленый Посох И Сделать Портал Раньше Так Нельзя Было Теперь Можно Довольно Таки Обузная Штука Если Че Типа Спасаешься Почти 100% Шансом Ну 100% Шансом От Кэри Героя У Нету Никаких Возвольств Сбить Уже Тебе Портал Урда Теперь Пофиксили Баг С Урной Это Походу Баг Раньше Можно Было Накинуть На Врага Несколько Урн И Они Его Обе Коцают А Хили Так Нельзя Было Хили Они По Нормальному По Одной Штуке А Коцали По Несколько Штук Теперь Делали Короче Типа Просто Обновляя Длительность Как И Должно Быть Подняем Вейл То Опять Ж Ебаный Об Зевс Как Мне Заебало В Ни разу Не порезали Смотрите Порезали Тролля Порезали Снайпера Порезали Немножко Джаггернаут То есть Хотя Из всех Трех Героев Только Снайпер Был Реально Сильный Тролли Джаггернаут Не были Нихуя Реально Сильными Это Мне Как бы Плевать На мнение Большинства Я знаю Как Есть Я вам Говорю Тролли Джаггернаут Это Оверрейт Герои Снайпер Который был Сильный Это Да Зевса Который был Супер Сильный Его Ни капельки Не порезали Его Только Апали Артефакты Апнули Вейл И сделали Новый Артефакт В Равет Локс Который Ебучий Который Который Ты Хилишься За счет Спилов Этот Зевс Будет Ебать Этот Патч Будет Просто Всех Ебашить Я вам Говорю Вот Вы Будете Играть Много Дамаги Наносит Замес Очень Много Очень Много Очень Много Один Зевс Наносит Дамаги Как Хардлайнер И два Суппорта Вот Я сейчас Не шучу Один Зевс Хардлайнер И два Спорта Просто Со Скилова Наносит Дамаги И У него Эта Дамага Она Не Кончается Он Прокаст Наносит Овер И он Бесконечно Продолжает Ебашить Ебучая Ебучая Сделаю Подытожу Так Сказать Патч Лайфстил С 16 До 15 Что было Красиво Но при этом Айсрог Маст оф Мэда Сделает С 30 Мудспит До 17 Там ему Красиво Не надо Я же говорю У Айсрога Шизофрения Шизофрения На марше Просто Называется И 10% Для рейндж героев С Владимира Ну Не знаю Зачем Это было Делать Как у меня Это лишнее Ох Ох Теперь у Владимира Есть Аура Хедерески Владимир С Хедереской Собирается Так Ну что Подытожим Патч Самые важные Изменения И закончим На этом Так Первое Важное Пофиксили Кэмбэки Это я не беру За важное Потому что Креповы уменьшились Хотя Можно взять В принципе Все вместе Так сказать Не особо Важное Но Заметное Значит Первое Пофиксили Кэмбэки Тут Я не буду Это уже Все выделять Это уже Все пересчитывал Вы уж Извиняйте Я уже Четыре часа Этим занимаюсь Я это начал В 17.0 Это типа Вообще Самый мой Длинный Стрим За всю Историю И я Столько Времени Семя Потратил Просто Забей Причем Я даже Сегодня Делаю Все Как бы Не знаю Как сказать Ну В смысле Просто так Мне Если еще Никто Ничего Не платил Я Сам Это Золота За древних Крипов Дают Чутка Меньше За крипов На линии Но То что Важно Это то что За древних Меньше И за Некоторых Листных Так Дальше За бараки Бараки Очень важно За бараки Дают Очень много Золота Почему Это важно Потому что Пофиксили Кэмбэк И при этом Дают за бараки Больше Золота То есть Теперь опять же Команда Которая побеждает Будет побеждать Дальше И будет тяжело Перевернуть Типа Возвращение Обратно Возвращаются В 682 Но Конечно Не так сильно Но Возвращаются Почихоньку Не так сильно Как в 682 Но Возвращаются Вот что важно Новый голем Который Станет Я считаю Что это Имбо 800 ринжи 125 уронов Конечно Стан небольшой Но Големов Может быть Много Я считаю Что это Имбо Потому что Станов Очень много Потому что Голем Когда умирает Он распадается На 2 Голема С такими же Станами Бред Имбо 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 Герой получает Экспу Если убивают Сумоны А не он А он не находится В ренже Тоже довольно Таким важно Атака Как бы Промахивается Если слишком Далеко Враг убежал Так Так Ну что я продолжаю Хули Я же не сдаюсь Поехали дальше Так Сайленс Больше не сбивает Инвиз Не знаю Не особо важно Но Для Рикимару Очень важно Хекс Хекс Теперь Хекс Как бы Сейчас я еще раз Начну Брейк Это которая Посетки Да Значит Хекс Теперь Не контрит Посетки Героев То есть Марсредку Хекс Больше не контрит Такое ощущение Что Хекс Только для Марсредки Сделали Потому что По сути Кто еще Имеет Какие-то Защитные Скиллы У Воида И так Работала Пассивка Которая У ворот Воид и так Могла Уворачиваться Во всей Хуйне Под Хексом Если что Короче Марсредка Теперь Под Хексом По ней Анивей Попасть Нельзя Будет Вот Так Вот По мне Реально Супер Важный Фикс Руны Теперь Баунти Нельзя Закрыть Моделькой Ну Это Только На словах По идее Их нельзя Должно Быть Закрыть Моделькой Поменяли Предметы В магазинах Одни Там Другие Там То есть Те что Подешевле Теперь На базе А те что Подороже Теперь В Секрет Шопе Дальше Дальше Можно Купить Обисал Тролю Воиду Слордару Спиритбрейкеру Алхимика Алхимика Теперь берет В 4 раза Больше Золота С баунтируем Не знаю Как это Повлияет Но Ну и можешь Покупать Аганим Скептеры Всем подряд Акса Порезали Батрайдера Очень сильно Порезали Очень сильно Баунтихантера Подняли Но не сильно Очень сильно Сделали Очень сильный Аганим Для кентавра Очень сильно Уменьшает урон Для себя На 70% Вообще Весь Любой Магический Физический Его не зафокусить Невозможно И Союзники Пробегают Сквозь горы И сквозь деревья Очень сильно Апнули кентавра Прям супер сильно В смысле Аганим Сильный очень Имба Короче Это имба Апнули ЦМ Довольно таки сильно Апнули Дарксира Довольно таки сильно Но Не супер сильно Просто Так вот Серьезно Апнули Драгнайта Апнули нормально Но недостаточно Порезали Эрспирита Немножко Апнули Энчантра Но я уже Объяснял Почему Это немножко Почему Импедус Пробивающий БКБ Не зарешает Я это уже Объяснял Потому что С ней сближаются А Untouchable Этот вот Скилл Который замедляет Скоростаки Он не работает На БКБ Следовательно Энчантра Апнули немножко Не особо сильно Апнули Инбокера Довольно таки Ощутимо Но не имба Ни разу не имба Порезали Немножко Джаггернаута Джаггернаута Порезали Не особо сильно Как бы Я считаю Самый главный фикс Тут Это То что Амнислэш Больше не сбивает Портал Это самый главный фикс Теперь в эти Если у тебя дохуя хп Ты можешь просто Делать портал Когда на тебя Джаггернаут бежит Он не успеет Тебя за 2 секунды Убить Пока он добежит Пока он переменит И за 2 секунды Он тебя не успеет Разрезать И ты спорталишься Вот так Котла Неплохо так подняли Вот это вот Чакра Мэйджик То что Уменьшает На 1, 2, 3, 4 секунды Кулдаун Когда ты Кастанешь следующий спайл Это жестко Легион командера Абсолютно бесполезный Вроде бы 4 строки Но это все полная хуйня Худший аганин в доте Добавили Для худшего героя Айсорок в моем стиле Мусорный герой Он дает какие-то Мусорные апы И добавляет Самый мусорный аганин в доте Просто Это просто смех Лешрака довольно таки Приятно апнули Сотекунку тоже Найкс Довольно таки Интересный аганин Довольно таки Интересные апы Но вообще В целом Ничего критичного Никак на мету не влияет Вообще Ап Найкс Ни на что не влияет Его может быть Пикать чуть чаще Но в начале патча Конечно Почаще Потому что Проверить аганин Типа интересно Порезали лину Это очень хорошо Но не сильно Не сильно порезали Немножко порезали Апнули лондруидов Очень сильно Учитывая радик Лондруид Супер сильно аптут Аганин Позволяет Мишке лондруидов Бегать и творить Дела по всей карте Типа без мишки Он может драться Все такое И когда лондруид умирает Мишка Остается живой Тут еще попали Типа крика на лондруида Урон броню И что важно После аегиса Лондруид остается В true форме То есть Остается в форме мишки Лондруиды Короче Апнули супер сильно Луне Опять же Супер хуевые апы Такой себе аганин Он был такой себе Остался такой себе Порезали мипа Мипа порезали Довольно таки ощутимо Он больше не Распавнится Быстрее всех То есть Как и раньше Будет долго возрождаться Все остальные То есть 100 секунд Довольно таки Приятный Абдомиран Но ничего такого Морф Ну я даже Не знаю Как керри морф Вообще Мертвый герой Как саппорт Вроде бы Не знаю Вроде бы чутка порезали Вроде бы чутка апнули С этим аганином Что так Не скажешь сразу Далее Аганин Апнули короче Сирену как саппорт Как саппорт Как керри Тоже чуть-чуть Апнули фуриона Немножко Насколько сильно Узнаем попозже Типа только с Аганимом его апнули реально сильно Апнули очень сильно Нруба С Аганимом опять же, то есть как Интавра Тоже имба ап для Аганима Довольно-таки с имбалансом ап Как для Аганима Апнули Оракла, просто блять Ульт Оракла сделали ебанутым Теперь ульт Оракла Не дает невидимости, но Челика нельзя застанет, нельзя захиксить, нельзя застанет Нельзя за медлить, нельзя за дезармить Ничего нельзя сделать Ты под ультом Оракла, ты терминатор Буквально, ты терминатор Кидаешь ульт Оракла на Свена, Свен убивает всех Ничего нельзя сделать Свен включает Mask of Madness Включает свой крик, у него 522 АМС Вы не убежите от Свена И вы не можете кинуть дезарм, вы не можете застанеть Вы ничего не можете сделать Это бред И не только Свен, конечно Это все хуйня, хуйня, пугну апнули, особенно Астрал, довольно-таки ощутимо. Сандкинга апнули пассивку. Ну, в общем, герой не особо апнулся, но пассивка сама вот достойна в Китерске вполне. Шадов Демон, довольно-таки интересный Аганин, теперь отключает пассивки героев. То есть можно кидать на Варест Кинга, на Вайда, на Мартретку, на Троля, и они не будут никакой делать сегодня пассивку, они просто крипы. Кидаешь на этих героев, они крипы, все. Два крипы. Просто, как бы, можно два раза даже их сделать крипами, потому что с Аганином у тебя будет два заряда. Порезали немножко Сайенсера. Ну, как немножко, теперь нету взорвок. Мух, не задашь. Хотя его бы и раньше не было, ты не Вайка стоишь, спел. Немножко порезали, короче. Снайпера порезали ощутимо. Ощутимо. Снайпера как бы сильно порезали. Да, сильно. Порезали немножко Сторм Спирита. Апнули немножко Свена чуточку. Апнули ощутимо Течиса. Ощутимо. Но он все так же, как бы, герой. Сами понимаете, какой. Но его апнули ощутимо. Сами видите, нахуя написано. Апнули ощутимо Тинкера. Сразу говорю, с Аганином Тинкер это новый, это новый герой. Типа, новая мета Тинкера это Тревела, Даггер, Блотстон, Аганин. Вы охуеете. Будет жестко. Так, Троля убили, все. Про Троля забудьте, это не герой теперь. Это обычный Керри. Обычный мусор, как Луна. Ну, не как Луна, конечно, поселее Луны. Но, ну, как Спектра какая-нибудь. Что-то такое. Типа, по Сирии, я имею в виду, в общем, по игре. Как Спектра, как Фантомка может. Ну, такое. Даже может слабее, чутка Фантомки. Хотя хузе. Короче, слабый герой теперь, короче. Ничего особенного. Подняли Хускара. Я бы сказал, немножко. Я бы не сказал, что суперсильный. Порезали Андайинга. Без причины. Урса. Урсу вроде бы подняли. Но его подняли с одной стороны, порезали с другой. Так особо не скажешь. Так, так, так. Дальше. Кто тут у нас? Мне, походу, скоро интернет снова отключится. Надо успеть уже закончить. Апнули Лиссажа. Потому что теперь надо убивать. Потому что теперь надо сделать 4 атаки по птицам. Вместо хитпоинтов. Раньше Керри Герой мог убить с одного удара птицей в лейте. Или с двух ударов даже. С двух ударов в лейте. И с утра есть топор. На милишнике. Или просто скрита в лейте. Подняли вроде бы Вивера. Да, Вивера подняли. В смысле, с учетом Аганема. С учетом Аганема сильно подняли. Аганем на нем дисбалансный, я тоже считаю. Порезали очень сильно Виверну. Но она остается играбельным героем вполне. И добавили капитанский мод. Какой-то такой довольно-таки сильный Аганем для Врайс Кинга саппорта. Но не для Керри. Не для Керри. И ничего не сделали с Зевсом. Вообще ничего. То есть Зевс сейчас топ-1 герой текущей доты. Сейчас самый сильный герой в доте, по сути. У него будет самый сильный винрейт на дота бафе. У него как сейчас топ винрейт на дота бафе. Не самый сильный, но один из самых сильных. Один из самых лучших. Просто можете затянуть этот баф и убедиться в этом, если не верите. У него так и будет оставаться самый лучший винрейт. Ему еще добавили кучу итемов. Ну как кучу. Ему добавили один итем. Ну я говорю кучу, я несу конечно хуйню. Ему добавили один итем, но которым он может отхиливаться с его магического урона. А у него все скиллы это магический урон. Зевс сейчас самый сильный герой в доте. Вот так. Добавили новые итемы. Этот итем, короче, дает магический щит, который отражается в ПВМ. Заслуживает внимания, но я не сказал бы, что он что-то сильно изменит. Мне сказали, что я его недооцениваю. Посмотрим. Добавили сапожки, которые объединение Миказма и Аркана. Ну, это отличный итем. Я считаю, давно его пора мало добавить. Сделали, короче, итем, который дает тебе навсегда 60 от экспита. То есть, кому в лейте некуда потратить деньги. Итем, так сказать. Для лейт-героев. Апнули Сларка. Одним единственным итемом Сларка вернули в игру. Потому что порезали Акса, потому что порезали Виверну. Этот итем возвращает Сларка в игру. Этот итем вы увидите. Вы просто будете гореть со Сларков снова. Потому что этот итем просто ебать. На Сларке это был вообще забей. Это просто 6. Этот итем на Зевсе просто 6. Вы тоже будете гореть, когда будете видеть в лейте Зевса. Вы будете думать, а что это такое? Почему я в лейте сосу лейт-героем у мага? У вас Зевс будет ебать просто магией в лейте. Вы еще ему не сделаете. Этот итем это забей вообще. Зевс будет хилиться. Его просто хуй возьмешь. Он будет буквально фулл хп. Если его моментально не убить в тимфайте, он будет фулл хп весь тимфайт. Его никогда не накоснешь. Его просто не пробить. Потому что он наносит невероятно много урона. И весь урон магия. И он отхиливаться будет. Среди этого всего урона. Он будет супертанком. Потому что у него в ФК будут все эти итемы на хп. Всякие блатстоены. Вот этот итем куча хп дает. Это просто забей. Просто ебай мана. Что еще? Что еще? Квимик байт изменили. Ну как? Ничего критичного. Но он не работает на Рошана теперь. Так что Джаггернаут, всякие тролли будут теперь страдать на Рошане побольше. Баттлфюрии теперь включает в себя Клининг Лейд. Теперь Баттлфюрии еще больше фарм айтем и меньше для убийств. Так сказать. Меньше урона от первого по героям. Ну и в принципе, в принципе, в принципе, в принципе. Эул чуть-чуть порезали. У нас 100 мана теперь больше стоит. Ну хз. Масков Бенна сильно порезали еще. Вот так. И подняли ванг. Теперь всегда апнуты ванг. Всегда все покупаете апнутый стик. Теперь обычный стик, он просто как бы не имеет смысла. Его всегда надо апнуть. Потому что апнутый стик, она охуенно теперь. Это реально охуенно. Это не потраченные зря деньги, как раньше. Радиацию подняли. Опять же, это к мишке относится больше всех. Лон Друид сейчас реально сильно апнут. Порезали щиток. Но как бы и уменьшили стоимость. Так что это палка на двух концах. Ну и все. В принципе все. В общем можно сказать, что порезали сильно, довольно-таки сильно камбэки. Зев стоп-1 герой доти. Сларк возвращается. Джаггернаут немножко порезан. Но он был anyway overrated. Я его не считал никогда супер сильным. Тролль говно. Снайпер остался порезанным очень сильно. Не знаю. Сейчас он просто, наверное, обычный герой. Или может чутка лучше обычного. Чутка лучше, но не более. Так что, в общем, все. Зев стоп-1 герой в доти. Я продолжаю играть с Брэйс Кингом и Сларком. Собственно, я возвращаюсь к Сларку и Брэйс Кинга продолжают. У меня Брэйс Кинг... Как бы все итемы Брэйс Кинга апнули. Все, которые я покупаю, все апнули. Так что так. Ну и ожидайте имп с Аганевами. Нарубчики, Кентавры. Ну и Зевса с этим новым итемом, который отхиливает от магии. Как-то так. Четыре часа аналитики. Все, я заебался. Прощайте, гальз. Прощайте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...